здравствуйте друзья добрый день спрашивают как найти в себе силы прийти после работы домой и заниматься и вот еще при этом отвлечься там от посторонних отвлекающих факторов вот допустим дети шумят как там еще знаете как более так цепляет к чем просто вопрос там гад вот выиграет там два высших образования где там получал книжки читал вот как понимаете история не в институте не научит этому и в книжках книжек много читал правда но дальше начинается такая история надо самому дальше сделать и мои человеческие возможности предельно ограничены я просто я думаю что может быть там ребятам помоложе интересно меня послушать просто в силу того что я какую-то жизнь уже там прожил может быть на 30 на 40 лет больше чем они поэтому может быть я что-то такое видел чего они еще не видели думал там чесал репу чего-то там такое получилось и может быть только вот в этом смысле как опыт какой-то потому что так я в принципе достаточно обыкновенный и несовершенный человек поэтому где-то я просто понятия не имею что сказать а где-то я сказать могу но но сделать сам не могу я просто знаю что так правильно но чтобы самому сделать правильно это это же сложно если бы вы вот допустим любой из вас делал то что правильно хотя бы того правильно что вы уже знаете что это правильно вы были бы другими людьми жили бы в другом мире в другой стране там и так далее если мы делали хотя бы половину того что мы точно знаем что это делать правильно но господи такое вступление значит как себя заставить я думаю что заставлять себя не надо надо самому себе объяснить как бы в первую очередь почему тебе это нужно почему это важно и и как-то должен быть внутренний какой-то такой внутренний мотив я много раз начинал и и не завершал какие-то дела потому что не было вот этого драйва потому что я не выдерживал просто надо было что-то делать а на короткой дистанции я бы пробежал вы знаете она длинный я уже не могу у меня отвлекающие факторы и тут и там и здесь я столько всего должен делать там и так далее я помню мне так хотелось поступить в аспирантуру хотели хотелось быть там кандидатом наука когда я поступил в аспирантуру то меня но у меня ни разу не не отчислили там или как бы но я постоянно вот получал какие-то письма типа там вот третье последнее напоминание если вы к такому-то числу не представите следующего голову то мы вас отчислим черты мать и потому что у меня уже тогда был кооператив я я уже весь был в каких-то таких знаете конец восьмидесятых там в коммерческие инициативы всевозможные тогда это то что мне интересно было но но это же не то же самое что за пару лет до того когда кроме этого не было ничего поэтому что ж тут скажешь я за три дня писал эту голову несчастную садился в поезд ехал в город казань где находилась моя аспирантура и там значит вот там представлял ее значит там этой лаборатории который был приписан в общем все говорить значит если чего-то действительно надо вот надо заниматься вечером это может быть когда человек просто получает формальное образование хотя у него в принципе и работа есть об я очень хорошо понимаю то есть она тебе лично не нужно для дела не нужно вот там где-то для чего-то кому-то вот как виолетта рассказывала что она когда режет мышей там над вакциной работает она и не замечает а когда нужно порезать там пару тысяч мышей просто потому что какой-то отчет надо закрыть и никому этого не холодно не жарко вот это противно делать так вот да ну ну что делать есть люди которые как-то вот выливые есть люди которые ну им какой-то такой стимул нужен может быть внутренней вот я я я такой что мне нужен стимул мы я на одной воле например не могу заниматься чем то что мне не хочется делать я не понимаю зачем или так понимаю но но не настолько чтобы там бросить то что мне более интересно если отвлекают дети которые рядом шумят надо блядь и будете но а куда деваться я не знаю но если нет условий дома когда можно заниматься то ты должен куда-то деться потому что если ты не можешь заниматься ты сидишь тебя отвлекают и тут отвлекают и там отвлекают это очень стрессово это создает очень негативное такое настроение это создает утомление это из всех абсолютно соображений как какие только могут быть это нужно пресечь и либо вообще бросить это занятие либо уйти в такое место где тебя не дергают где ты можешь реально продуктивно заниматься я кстати знаете помню такое время значит у меня тема диссертации было по истории педагогики по истории преподавания машинописи мне очень нравилась эта тема я занимался разработкой актуальной и мне очень интересно было смотреть как это все в динамике происходило там за последние сто лет ну и я часто сидел в ленинской библиотеке значит в рабочее время я был научный сотрудник я мог себе позволить там пойти в рабочее время и я хочу сказать что там но не половина зала но так близко к половине спали люди сидели и спали просьбы тихо там тишина просто муха пролетит ты услышишь знаете тишина невероятно сидишь там лампочка столик вроде все ничего обстановка такая академическая очень хорошо и половина спят лицом бог туда в этой книге вот как час салат вот так они в эту книгу в то время салатов не было на всех они в книге лицо бог туда и спит потом придет на работу сказать ой вчера там в ленинке весь день просидел так что даже библиотека ведь как получают а если еще после работы представляете это читальный зал какой-то записи я не знаю есть ли сейчас читальный зал а где можно сидеть вечером нашим липыли в общем проблема ну конечно нет какого такого решения которое я сейчас из кармана быть еще и скажу я могу только сказать что я сочувствую то что я сам такой вот я тоже не могу когда шумные не могу когда отвлекают я не могу на работе находиться дымиться начинаю на работе потому что у меня больше там чем пара минут ни на что нету без того чтобы не прервали как у нас как анкен терапта длина значит нету меня дёрг 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 у нас еще такая open door policy да значит то есть любой человек может там студент то есть мы не говорим запишись на бой там там через три недели чтобы спешить поговорить отец нужно он зашел ко мне к софии там и вот это вот дерготня у нас более-менее рабочая обстановка начинается после трех часов когда студенты так более-менее уже там закончили разошлись но не трех там может 333 30 вот когда же все вопросы отвечены там все куда-то разошлись вот более-менее можно хоть что-то посидеть поделать тяжело жуть жуть когда тебя дёргают и дёргают и у тебя в стек все уходят туда вот приходит человек скажите это вот можно там что-то я бы можно у меня уже три дела которые одно за другим переложены и каждая следующая вышива ты будешь четвертым я веду иди посиди там 10 минут я за тобой зайду поэтому тяжело а если еще вечером после работы хотя у меня лично после работы и самая работа после работы тихо и я могу спокойно сидеть до 8 до 9 до 10 и ну вот жена позвонит и где я буду сейчас приеду мне близко вечером минут 15 езды днем вот ведь по такому трафику как сейчас может быть 20 18 по продолжительности наших видео хорошо видно сколько я на работу еду правда так вот раз и поехал так что такая жизнь и я вам хочу сказать что у меня были такие дела по жизни которые когда тебя захватывает когда ты этим занимаешься не потому что внешне кто-то тебе там вот надавил а сам внутренне и вообще не замечаешь сколько времени сколько сил а ты не замечаешь кто там рядом был ты ничего не слышишь ничего отвлекающего ты просто делаешь ты упиваешься этим и вот вот надо по жизни искать такое занятие которым ты можешь купиваться реализовываться и вот настолько вот у меня было несколько раз такое в жизни и самые счастливые вообще дни воды моей жизни были вот эти я помню когда светлана училась в аспирантуре она в очной была у тебя был заочная она была пучная аспирантуре и у нее руководитель был потрясающий дядька он потом был академиком директор института дал был просто доктор наук завкафедры невероятный человек и а я была 27 28 такого плана и она так это все на крыльях летала мускать по жизни и это тоже у меня одно из самых счастливых таких времен полос моей жизни одна из самых счастливых даже я находился рядом с таким бесконечно счастливым человеком и это тоже очень здорово вообще муж и жена если так они в тандеме живут работают у них как бы такая вибрация вообще когда одному хорошо то это на другом очень хорошо тоже действует ему тоже становится хорошо а когда того плохо становится другому плохо вот я через свете на вот это вот переполнение тоже себя здорово чувство хотя тоже интересным делом занимался не могу сказать что мне что-то там мешало в тот момент так что такое такое мое наблюдение то есть кардинальным решением кардинальным решением было бы заниматься не тем чем надо а тем вот к чему душа лежит как бы внешне надо не внешне надо а внутренне надо вот вот на этом уровне уходят все эти проблемы их нету вот а если они есть но как с ними бороться я даже не знаю мы же все разные по эти люди то может быть есть десять человек которые с этим имеют дело постоянно и они вам дадут 10 рецептов и выяснится что ни один из десяти вам не подходит к сожалению так так мы устроены ладно не буду больше времени занимать у наших зрителей счастлива